Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Краснодарский край будет развивать проекты по строительству новых магистралей. Об этом губернатор заявил на международном железнодорожном форуме в Сочи. Генплан Сочи утвердят к концу года, а День города будут отмечать два дня. Об этом стало известно на планерке главы курорта. Жители Латревского района призвали активнее бороться с мраморным клопом. Насекомое сейчас как раз собирается на зимовку. Сегодня в Сочи учились тушить лесные пожары. На курорте прошла всероссийская командно-штабная тренировка. Краснодарский край будет и дальше развивать совместные с РЖД проекты по реконструкции существующих и строительству новых магистралей. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил на первом международном железнодорожном форуме про движение 15-20. Он открылся в Сочи сегодня. Форум про движение 15-20 проводится впервые, но аудиторию он собрал внушительную. Более 1100 участников из 16 стран. Главными темами форума стали развитие транспортных коридоров, международное сотрудничество и ускорение грузопотоков. В рамках деловой программы представители транспортной отрасли, государства, инвесторы и эксперты будут обсуждать пассажирские перевозки, цифровизацию транспорта, а также перспективы высокоскоростных перевозок по России и в мире. Мы сегодня вплотную приближаемся и начинаем работать над высокоскоростным движением, который должен привнести в железную дорогу совершенно новые принципиальные доселе неизвестные нам управленческие и технологические решения. Так, например, на Кубани до 2025 года, согласно госстратегии, запланировано строительство двух высокоскоростных ЖД-магистралей. Губернатор Краснодарского края в Неминкандрате, в который в рамках открытия поприветствовал участников железнодорожного форума, отметил, что регион заинтересован в развитии сети железных дорог. Необходимо создавать новые магистрали и проводить реконструкцию уже существующих. Во многом определенные отрасли экономики регионов зависят напрямую от эффективности работы железнодорожного транспорта. Для Краснодарского края, в первую очередь, это миллионы туристов, которые приезжают на побережье Черноморска, побережье России на железнодорожном транспорте. Это многомиллионные тонны грузов, которые доставляются в Краснодарский край и в порты Краснодарского края железнодорожным транспортом. Международный железнодорожный форум про движение 15-20 будет проходить в Сочи сегодня и завтра. В его рамках запланировано 12 деловых сессий и выступления более сотни спикеров. Сочи и Баку свяжут прямое авиасообщение. С 3 ноября авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает полеты между этими двумя городами. Прямые рейсы будут выполняться на аэробусах А-320 каждую субботу. Минимальный тариф 8154 рубля в одну сторону. Городской транспорт Сочи появится на картах Google. Такая функция поможет горожанам и гостям курорта планировать свои перемещения и определять, как и по какому пути быстрее передвигаться к той или иной точке. Также при помощи новой вкладки можно посмотреть регулярные маршруты и расположение заторов на улицах города. Также будет доступна функция расчета альтернативного маршрута, как на городском транспорте, так и с пересадками с личного автомобиля или такси. Отслеживать передвижение городского транспорта при помощи приложения помимо Сочи смогут жители еще 12 городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Челябинск, Нижний Новгород, Воронеж, Новосибирск, Самара, Перм и Омск. Планерное совещание при главе города прошло сегодня в администрации Центрального района. На повестке дня подведение итогов прошедшей недели и перспективы. Когда будет готов генеральный план Сочи и как курорт готовится ко дню города? Об этом не только в нашем следующем сюжете. Планерное совещание глава города начал с похвалы. За прошедшую неделю в Сочи произошло сразу несколько значимых событий. Это и соревнования «Формулы-1», и визит турецкой делегации по вопросу заключения соглашения на круизные перевозки и, конечно, подписание договора об установлении дружественных отношений между российским курортом и японским городом Нагато. Иностранные делегаты высоко оценили как сочинское гостеприимство, так и сам город. И мэр Нагато вместе со своей делегацией, и мэры турецких городов, все оценили чистоту нашего города. Прям все говорили, слушайте, ну расскажите, как можно сделать, чтобы было так чисто и красиво. Еще одной важной темой планерки стал предстоящий день города. В этом году более сотни мероприятий пройдут во всех районах 24 и 25 ноября. Важной составляющей для создания праздничной атмосферы является городское благоустройство. Учитывается все от чистоты гостевых маршрутов до ямочного ремонта на дорогах. Особое внимание рекламным вывескам. Все они должны быть приведены к единому стилю, а в некоторых случаях и убраны вовсе. Для трансляции наружной рекламы, по словам мэра, должны служить современные мультимедийные экраны. Все обследовать, и через 20 дней доклад, что прошли, все определили, мы делаем то-то, 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 то-то. Понятно? То есть приводим к архитектурному облику город, к современному облику. А вот внести изменения и утвердить генплан Сочи в такие короткие сроки не получится. Впрочем, и в данном вопросе уже есть определенные подвижки. Согласно установленным срокам, генеральный план города Сочи вместе со всеми корректировками и изменениями должен быть утвержден уже в конце этого года. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Деньги есть, а результата нет. Губернатор Краснодарского края остался недоволен темпами освоения бюджетных средств. Вениамин Кондратьев потребовал полный отчет у глав районов и своих заместителей на планерном совещании. Особое внимание уделили вопросу сорванных сроков строительства социально значимых объектов. Все подробности у наших краснодарских коллег. Под различные программы в региональной казне зарезервировано 238 миллиардов рублей. И на сегодняшний день в работе 64% от этой суммы. Такие темпы не устраивают губернатора Кубани. Бумажная волокита – это неумение работать с большими суммами или просто халатность разбирали сегодня на краевой планерке. Больше всего Вениамина Кондратьева интересует вопрос, как можно было не освоить деньги, которые направлены на возведение социально значимых объектов. Так пришлось снять ассигнования на строительство полигона ТБО, очистных сооружений в Павловском районе и Акушерско-гинекологического корпуса в Кореновске под угрозой появления малобюджетных спортивных залах-прешколов в Белогленинском и Обширонском районах. Стыдно жить в сегодняшнем времени, коллеги. Если у школы нет спортивного зала, вы что, деньги предусмотрели на строительство для всех школ, у которых нет спортивных залов? И деньги не освоены, и спортивных залов, так вот, не то что у школ, у этих ребятишек, которые в этих школах учатся, так и не будет. Коллеги, ну вам не стыдно самим? Вот вам не стыдно? Обширонский район, когда вы приступите к строительству двух спортивных залов в тех школах, где их нет и никогда не было? В 19-м году. Конкретно число? Начальство, ну как погода поступает, как? Максим Иванович, ставьте 1 марта, вот 1 марта, не февраль, потому что деньги январь-февраль будут доходить, 1 марта ставьте начало строительства спортивных залов. Все. Коллеги, вот 1 марта. Все. И только попробуйте не сделать. В сроках Вениамин Кондратьев конкретен. На дворе октябрь месяц, а деньги, которые выделены специально для муниципалитетов, освоены меньше, чем наполовину. Чаще всего виновниками сорванных работ становятся недобросовестные подрядчики. Губернатор акцентирует, из-за непрофессионализма ответственных лиц не должны страдать жители региона, которые не получат вовремя детские сады, больницы и спортзалы. Иначе должны последовать кадровые решения. У меня вопрос и к руководителям краевым, ну и, конечно, к муниципальным. В начале года вы все заявки подали вовремя, средства вам зарезервировали, они весь год в бюджете пролежали. Коллеги, десятки миллиардов. Десятки миллиардов просто так находились на счетах бюджета. И никуда не выделялись, в том числе и на строительную отрасль, на долгожданные школы, детские сады, спортивные объекты. Вы или приоритеты не умеете расставлять, или изначально заявляете то, что вам не под силу, или как управленцам достаточно слабым, либо вашим командам тоже слабым. Тогда вывод напрашивается сам. Или команды меняйте, коллеги. Либо сами для себя дайте честный ответ. Почему? Вопрос приоритетов стоит особенно остро. Пока зарезервированные деньги лежат на краевых счетах, никто не может ими воспользоваться, даже если средства нужны на другие важные проекты. Таким образом придерживать финансирование – недопустимая роскошь для края. Поэтому Вениамин Кондратьев поручает закрепить ответственных за освоением выделенных денег как на местах, так и на уровне края. Люди, жители, о нас судят по нашим конкретным делам. А наши конкретные дела в наших конкретных результатах. Конечно, в основе любых действий и любого результата лежат средства. И знаете, мне втройне обидно, когда деньги есть, а результата нет. Вот тут у коллеги никак не пойму никого и никогда. Если средства бюджетные возвращаются или перераспределяются, то в этом случае перераспределяется тот, кто отвечал за их освоение в том или ином муниципальном образовании. Это касается и края. Тех краевых и министерств, и ведомств, и тех должностных лиц, которые отвечают за краевую реализацию тех или иных программ на краевом уровне. Все. По-другому, коллеги, быть не может. Руководители муниципалитетов не должны игнорировать финансовый календарь. Переносы денежных средств на следующий год неминуемо повлекут за собой задержки сроков строительства больниц и спортплощадок. И за это чиновники будут держать ответ перед жителями своих районов. Финальный экзамен их ожидает в конце года. В декабре Вениамин Кондратьев планирует провести еще одно совещание. Более 800 фермеров со всего края представят свою продукцию на кубанской ярмарке. Крупнейшая сельхозвыставка юга страны откроется в Краснодаре уже в этот четверг. Торговые ряды самого большого рынка в крае займут около 3,5 гектаров. Купить там можно будет все что угодно – овощи, фрукты, мясные и молочные продукты, мед, саженцы самых различных растений и даже крупный рогатый скот. Как рассказал журналистам глава региона Вениамин Кондратьев, проведение такой ярмарки уже стало доброй традицией для Кубани. Это не просто выставка достижений наших сельхозпроизводителей. Это еще одно доказательство, что процесс импортозамещения в крае более чем успешен. Ассортимент качественной и конкурентно способной продукции на стендах ярмарки огромный. И очень важно, что все больше таких товаров производится именно в фермерских хозяйствах, в сельхозкооперативах. Край со своей стороны максимально поддерживает такую динамику, постоянно увеличивая господдержку сельхозпроизводителей. Я напомню, что в этом году на поддержку фермерства выделено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. При этом больше 360 миллионов рублей пойдут на развитие сельхозкооперации, добавил губернатор края. Такие средства на поддержку фермеров сегодня не вкладывает ни один другой регион. Кстати, в этом году ожидается большое количество участников ярмарки именно из числа сельхозкооперативов. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 3 октября в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем 23-25 градусов выше нуля. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Жители Лазаревского района призвали активнее бороться с мраморным клопом. Это насекомое живет в облюбованной местности круглый год и сейчас как раз собирается зимовать. В районную администрацию пригласили руководители управляющих компаний и владельцев личных подсобных хозяйств. Инспектор Россельхознадзора отметил, что в этом году численность мраморного клопа сократилась. Но важно сейчас не отпустить откормившегося за лето клопа на зимовку. Глубоко в лес насекомое не уходит. Выбирают сухие, не очень людные помещения. Сарай, чердаки, дровяные склады. Может облюбовать пчелохозяйство. Весной пчеловоды не спешили с обработкой, боясь навредить своим пчелам. А вот теперь самое время опрыскать все места, где клоп может спрятаться. Как отметили на собрании, хорошо помогает обычный дихлофос. А вот управляющим компаниям необходимо обследовать все подведомственные дома, чердаки, подвалы, теплоузлы. Контролировать эту работу будут сотрудники Россельхознадзора и сельхозуправления городской администрации. Сегодня в Сочи учились тушить лесные пожары в рамках Всероссийской командно-штабной тренировки. За ходом учений следила и наша съемочная группа. В небе над орлинами скалами появился вертолет МЧС с тремя тоннами воды. Без его помощи не обойтись. К авиации прибегают в том случае, если пожар случился в труднодоступном месте. Лесной пожар – это серьезная угроза не только для национального парка, но и для домов, которые расположены рядом. Задача людей – вовремя покинуть жилье, а уже спасатели ликвидируют очаг возгорания. Пожары для этих мест, конечно, дело непривычное, но случаются. Всему виной незатушенные костры после пикников. Конечно, во всех лесничествах, а их в нацпарке 16, существуют собственные силы и средства для тушения огня. Но их не всегда хватает. Теперь в рамках договора авиация МЧС будет применяться чаще. В критических ситуациях она всегда привлекается. Но здесь мы в первую очередь рассматривали вопрос организации взаимодействия. Ведь есть понятие средства связи. Авиация не может работать просто так, вот увидел с неба и сбросил воду. Должна быть координация с земли, то есть наземной группировки. Установили канал связи, управлялись с землей. Определили координаты, по которым должна авиация сработать. Задача выполнена. Масштабные лесные пожары случаются по всей стране, не исключение и наш регион. В августе все силы были брошены на борьбу с огнем в Лазаревском районе. Существовала реальная угроза, что он перекинется на территорию национального парка. Но в течение двух дней пожар был локализован. Если это войдет, скажем так, в систему и будет вот такая отработка, тренировка всех служб регулярно, я думаю, что мы сможем выполнить ту задачу, которая стоит перед Сочинским Носпарком, а это сохранение уникальных природных ландшафтов. Чтобы избежать рисков новых чрезвычайных ситуаций, в пожароопасный период разжигание костров в лесном массиве вообще запрещено. Но в остальных случаях все зависит от самого человека. Гелена Овсицына, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ. От частных проблем до вопросов федерального уровня к их решению в рамках региональной недели приступил депутат Госдумы Константин Затулин. Накануне он встретился с сочинцами в своей новой приемной. Начали как ИЖС, но по всем признакам дом многоквартирный. С актуальной для Сочи проблемой к Константину Затулину обратился житель Красной Поляны Алим Субханкулов. Суть вопроса о неправомерном строительстве с нарушением всех градостроительных норм на смежном неучастке на Красной Поляне по адресу Ачишковская, 54, место жилого дома строится по всем признакам многоквартирный дом, 18-22 квартиры. Между тем разрешение выдано на строительство жилого дома, утверждает мужчина. А с документальной неразберихой столкнулись и другие участники приема. На этот раз вопрос связан с получением российского гражданства. К депутату Госдумы обратилась женщина с Украины. Противоестественно то, что миграционную амнистию мы, по сути, провели для граждан Таджикистана, для граждан Молдовы по просьбе президентов этих стран. Готовится такая миграционная амнистия по просьбе президента Киргизии, по просьбе президента Украины. Мы ничего проводить не будем, потому что он эту просьбу нам не сформулирует. Он с нами во враждебных отношениях. Но позаботиться о соотечественниках, в том числе с Украины, Константин Затуллин посчитал своим долгом. В июне он внес в Госдуму соответствующий проект закона. Продолжит решать проблемы и своих земляков, избирателей Сочинского округа в рамках региональных депутатских недель. Кстати, сочинская приемная Константина Затулина переехала. Теперь она располагается в городском собрании, что на курортном проспекте 37. Сочинские учителя на пенсии отметили сразу два праздника. День пожилого человека и наступающий день учителя. Тех, кто отдал отрасли образования не один десяток лет, пригласили на традиционный прием главы города Сочи. Встречала учителей гармошка и народные песни. Развлекательную программу для педагогов подготовил Центр детского творчества «Догомыс». А вот о программе развития отрасли образования виновникам торжества рассказал глава Сочи. Вот нет последние четыре года ни одного года, чтобы мы 1 сентября не открывали школу. И в этом году досрочно открыли школу новую, Совет Кваджи, там же детский сад. Но впереди у нас очень много задач, вызовов. Нам надо как минимум построить 20 школ с емкостью 1500 человек. Такие школы есть, проекты типовые. И, конечно, на это нужно время. В следующем году планируется к 1 сентября открыть сразу две школы. Это пристройки на 400 мест к 82-й и 15-й школам. Начнется строительство школ на Мамайке в Амеретинской долине и в Красной Поляне. Также Анатолий Пахомов отметил, что город не планирует снижать темпы обеспечения педагогов жильем. Учителям уже передали 156 квартир. В этом году работники образования получат еще 15 квартир в новом комплексе в Лазаревском. В Сочи начали отмечать декаду пожилого человека. Считается, что эту дату не случайно отмечают в начале осени. Пенсионный возраст, как и осень, это золотая пора. И пожилые сочинцы ее проводят более чем активно. Среди них и Ирина Лыкова, пенсионер с 35-летним педагогическим стажем. Свое свободное время она посвятила школьникам и ветеранам. Ирина Лыкова, уроженка Хосты, себя называет патриотом в первую очередь своего района. Поэтому и шефство взяла над всеми девятью школами Хостинского района. Педагог по призванию. Она и на пенсии с удовольствием работает с детьми, делая акцент на военно-патриотическое воспитание. Ее активная позиция не позволяет игнорировать и старожилов Хосты. Чтобы быть полезной, пенсионерка вступила в совет ветеранов. Для сверстников местная активистка проводит различные мероприятия и праздники. В основном на базе районной библиотеки. Здесь особенно приятно слушать, а кому-то и читать стихи собственного сочинения. Ради того, чтобы продолжить жизнь нашим ветеранам, они очень отзывчивые, сердечные. Я собираю воспоминания вокруг каждой семьи, которые они представляют. И, конечно, мы совместно с музеем истории Хосты, с методистом Владимиром Владимировичем Кельманом снимаем фильмы о наших ветеранах. Да, в нашей копилке уже пять таких фильмов. Они вот демонстрируются периодически, когда мы собираемся в музей истории Хосты. Что я делаю людям и получаю взамен. Вот это меня стимулирует. Творческие вечера, экскурсии, познавательные лекции в музеях, работа в территориальном общественном самоуправлении. Дел для пожилых людей в городе масса, утверждает Ирина Лыкова. И призывает их присоединяться. У нас и волонтерская работа прекрасная, у нас и ветеранское движение прекрасное, у нас много активистов. Нельзя замыкаться, понимаете? Я вот, например, очень многих вытянула из дома. И они загорелись этой работой. На самом деле загорелись этой работой. Они поняли, что не только есть домашние заботы, какие-то проблемы домашние, но еще надо вот такую активную гражданскую позицию вести. То есть приносить пользу для нашего города, для нашего края, для нашей России. Пожилые хостинцы Ирину Ивановну уважают и благодарят за то, что у них действительно есть повод выйти из дома. А местная поэтесса посвятила Лыковой стих. Сама Алла Кубаидзе тоже при деле. Пенсионерка свой серебряный возраст решила посвятить общению с молодежью. У меня даже в Москве шесть подшифтных школ. Дети ждут стихов. Возраст. Возраст – это главное. Прислушиваются к возрасту. И это большое счастье. Это настолько важно, когда взрослых почитают за их мудрость. Потому что мудрости у них много. И вот если они берут нас поводыри, я считаю, слава Богу. Хочется сделать больше, больше, больше. Для желающих делать больше в городе стартует социальный проект «Активное долголетие». В его рамках, а также в рамках декады пожилого человека, сочинцам еще раз напомнят, что горожане серебряного возраста в Сочи в первую очередь занимаются спортом. 5 октября в 10 утра мы приглашаем всех к летнему театру на большой такой мастер-класс по скандинавской ходьбе специально для пожилых людей. Это информационные окна с консультациями по каким-то вопросам, которые возникают у пожилых людей. Более того, это площадка, где можно будет делиться опытом. Это и просмотр кинофильмов и их обсуждения, и какие-то литературные гостиные, и поэтические балконы, где снова и участниками, и часто такими идейными вдохновителями являются люди, ну, скажем так, люди серебряного возраста. То есть все те площадки, которые будут выбраны пожилыми людьми, которые будут им интересны, и где они найдут для себя место самореализации, они будут работать всегда. Творческие сочинцы пожилого возраста смогут проявить себя уже завтра. 3 октября состоится торжественный прием мэра города, посвященный Дню пожилого человека, и концертная программа, участниками которой станут пожилые горожане. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Адлере начался бархатный сезон. Это традиционный, уже 28-й фестиваль камерной музыки. На первом концерте фестиваля в районном Доме культуры не сказать, что аншлаг. В зале школьники, которым эта программа необходима для патриотического воспитания, и постоянные слушатели, подпевающие артистам. Этот фестиваль мне очень нравится. Я считаю, что он интересен для многих поколений, и для старшего возраста, и для молодежи. Всегда с удовольствием хожу сюда, в эти не фестивали. Бархатный сезон – это отдушина наша. Был концерт Сергея Зыкова, замечательного исполнителя из города Санкт-Петербург. Был очень удивлен его концертом, в полном восхищении, в полном восторге. Сергей Зыков – исполнитель романсов и песен на стихи российских авторов. Этот фестиваль, у него правильный посыл. Он действительно организован для детей, для молодых, для поколения, для нового. То есть, ну, конечно, это было бы, может быть, даже слишком сказать, что я тот самый человек, который нужен этим детям. Но свою необходимость, свою нужность я сегодня почувствовал. Мне действительно это очень понравилось. Выступления артистов из Санкт-Петербурга, Челябинска, Сочи и даже Амстердама продолжатся всю эту неделю. Каждый день по 6 октября включительно. Начало концертов в 17 часов. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти», макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск Новосибирск Продолжение следует...